Еще одна проблема, которую наша страна пытается решить уже не первый год, это семейно-бытовое насилие, от которого страдают женщины и дети. Государство пытается купировать проблему, но пока все тщетно, слишком много болевых точек в этой сфере. Например, женщины не пишут заявления на своих агрессоров, боятся огласки, дети опасаются последствий и поэтому молчат. Часто происходит примирение по принуждению или давление на одну из сторон конфликта родителями. Эксперты говорят, что нужно ужесточить наказание в отношении тех, кто совершает бытовое насилие. Сегодня в Казахстане для решения таких проблем задействовано большое количество инстанций, суды, правоохранительные органы, но действуют они просто для того, чтобы вынести предупреждение агрессору, что так себя вести нельзя. Затем идет административный арест, несколько суток, лишение свободы перемещения. А если агрессор совершит более тяжкое преступление, то могут привлечь к ответственности от 15 суток и выше. Вот эта неадекватность наказания порождает безнаказанное агрессивное поведение в семье, где особенно беззащитны женщины. Наш корреспондент Алия Букьянова с подробностями. 27-летняя жительница столицы Мадина, так она попросила ее представить и скрыть ее местонахождение на протяжении полутора лет, подвергалась преследованию со стороны бывшего мужа. Развод не защитил женщину от побоев. Был момент, когда он меня побил по пьяни. Я взяла дочь, чтобы успокоиться. Несмотря на это, несмотря на то, что ребенок у меня на руках, он начал меня трясти, говорить всякие гадости, пугая. Тем самым ребенка меня ударил, прямо вот, когда ребенок был на руках. Разойтись с мужем после 11 лет несчастного брака, принесшего ей лишь слезы, боль, разочарование, и решила 36-летняя Айша. Имя свое жертва бытового насилия тоже не назвала. Избивал и в трезвом виде, и на пьяную голову, устраивал скандалы перед детьми, оскорблял. И все это начиналось без причины. На ровном месте мог завестись, он и не работал. Запрещал мне общаться с родственниками. Все это сложно назвать жизнью. Не получив покоя дома, отчаявшиеся женщины находят его в кризисных центрах. Только в этом на данный момент находятся 7 женщин с детьми. Здесь для них создают максимально комфортные условия. Есть своя мебель и техника, а главное – забота и потерянное чувство безопасности. В кризисные центры зачастую приходят женщины, которые в буквальном смысле остались на улице. Дома муж-тиран, вот чем упрекают, мол, не сохранила брак. Есть и те, чьи родные не имеют возможности помочь. Ситуации у всех разные. И здесь, в кризисном центре, стараются каждой протянуть руку помощи. За год мы проконсультировали, вот за этот год, 435 женщин. Но приют требуется далеко не всем. В приют попадает именно самая социально уязвимая категория. И, как правило, женщины, которые попадают в приют, это те, кого привозит полиция. То есть у нас есть самообращение, есть, когда полиция доставляет именно после факта насилия. Впрочем, дело до полиции доходит не всегда. Кто-то терпит насилие годами, поверив обещаниям агрессора о том, что все изменится. И зря. За 4,5 года от рук тиранов погибли почти 900 женщин. Больше 2000 получили серьезные увечья и травмы. Насильники не знают границ жестокости. Мучают, избивают, наносят удары ножом или тяжелыми предметами. Самые ужасные остаются безнаказанными. В МВД возлагают надежды на недавние поправки в законодательство. Теперь мы возбуждаем административное производство по факту совершения без заявления. Что это дало? Мы сравнили второй квартал с третьим кварталом этого года. И мы уже на сегодня в 4 раза больше лиц привлекли к административной ответственности. И в 2 раза больше лиц по этим статьям арестовано было уже. Детальный портрет абьюзера психологи пытались рисовать не раз. Даже предполагали, что агрессия может возникнуть исходя из социального положения. Тщетно. Причины разные, есть и неожиданные. Ясно одно. Никто не застрахован от брака с тираном. Абьюзеры могут выглядеть очень веселыми, активными в обществе, доброжелательными. На людях они могут выглядеть как играть роль хороших мужей и отцов, таких внимательных. Но на самом деле за стенами своей квартиры мы не знаем, что происходит. Проблема еще в том, что когда благополучность с материальной точки зрения семьи, они меньше заявляют о насилии. Они не хотят терять вот этот свой благополучный статус с материальной точки зрения. И поэтому он мирится и терпит это насилие годами. Тревогу нужно бить после первых звоночков, а не ждать тяжелых последствий, считают юристы. Любое насильственное деяние должно быть уголовно наказуемым. Однако пока что в Казахстане за побои отделываются лишь небольшим штрафом или арестом на некоторое время. Самый большой вопрос, который мы поднимаем, это криминализация, принесение легкого вреда здоровью и побоев, которые в настоящее время являются административной ответственностью. И пока мы не перенесем ее в уголовный кодекс, то есть мы должны усиливать прежде всего наказание за небольшое насилие. Потому что чаще всего именно вот такие небольшие формы насилия приводят к ужесточению, переходят в среднюю тяжесть, в тяжкие и доходят до убийства. К примеру, в соседнем Кыргызстане подобный закон работает еще с 2017 года. С тех пор документы обновляют, периодически вводят необходимые дополнения и изменения, исходя из судебной практики. Однако статистику в целом закон так и не улучшил. Впрочем, безвыходная ситуация по сей день по всей Центральной Азии. Количество женщин стало больше обращаться для того, чтобы получить защиту, нежели, скажем, сказать о том, что там случаи увеличились. Нет, просто об этом начали говорить, об этом стали больше писать. Соответственно, женщины стали больше обращаться. Возможно, поэтому статистика такая высокая. Сотрудники полиции, они являются правоприменителями, они не являются законотворцами. И вот было бы замечательно, чтобы на основании их правоприменительной практики, с учетом экспертного мнения, эти материалы были доступны для парламентариев, чтобы они еще в более таком комплексном подходе с вовлечением представителей гражданского общества, женских НПО, чтобы рассмотрели этот вопрос. Еще эксперты говорят, что насильник не всегда имеет гендерное лицо. Мужей на побои нередко провоцируют сами матери, а то и вся семья. Подстрекателей тоже нужно наказывать. Когда мы говорим про агрессоров, это не всегда мужчины, это и женщины. Это взрослые женщины, которые как свекрови, которые проявляют агрессию в отношении внуков, в отношении молодой женщины. И мы считаем, что, конечно, с агрессорами нужно проводить работу, и это было бы правильно. Для меня это вне понимания, когда взрослая женщина говорит, меня там бил муж всю жизнь, вот и ты бей свою жену. На неделе в стране запустили линию экстренной службы. Если вы оказались жертвой насилия, можно позвонить по номеру 111 и попросить помощи у специалистов. Унять пыл дебоширов могли бы общественные работы. Это другое предложение юристов. В то время как на Западе трудотерапия – одна из популярных мер наказания, применяемая ко всем без исключения, у нас практика общественных работ так и не прижилась. Есть ли шанс, что подметая улицы или убирая мусор вчерашние агрессоры могут измениться? Сложно ответить. Ясно одно – безнаказанность еще больше развязывает руки абьюзерам. Алия Букенова, Канат Абильдин, Айдос Медельбеков, Канат Мохамбетов, Житыкун.